Сегодня поминальные службы по погибшим прошли в мечетях и православных храмах республики. Почтили память погибших в Кизическом монастыре еще ранним утром. Верующие молились о тех, кто уже не вернется. Поминальная служба – помощь безвременно ушедшим и утешение близким. Прихожане восприняли трагедию как личное горе, в их числе Валентина Кудрякова. Большое горе для наших казанцев, для Мениханова потерять сына – это очень тяжело. И Бог ему здоровья, и сил, которые он нами руководит, всем горе, которые там были, всем людям, которые пострадали, всем этим семьям именно здоровья только желаю. И перенести это горе, кто как может, по-своему, только чтобы всегда было хорошо. За упокойное богослужение чуть позже началось в Казанской духовной семинарии. Ежегодное епархиальное собрание начали с молитвы. Богослужение провел Владыка Анастасий. Я хотел бы пожелать, чтобы те люди, которые пострадали, и те, кто сейчас переживают эту трагедию, смогли найти силы для того, чтобы вынести это жизненное испытание. В 11 часов в мечети Марджани началось чтение Корана. Молитва объединила студентов Российского Исламского Университета. Строки из священной книги, как «Вознесение прошения за упокой душ». Хотим выразить свое соболезнование, как вот этим близким всех погибших и родственникам также. Вот и как бы, чтобы с духовной стороны попросить прощения за их бывшие грехи. Вчера наши сотрудники находились в аэропорту. В данный момент они находятся в морге, помогают родственникам. На самом деле испытания, очень серьезные испытания. Во всех мечетях будет принесена молитва, но в особенности здесь, то есть именно в мечети Марджани мы прочитали Коран полностью. Следующий выпуск 19.40. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok